Я хочу сразу сказать, там, например, в комментариях боя, там многие непрофессиональные люди, которые не имеют отношения к большому спорту, просят, что Максу надо было сдаться, тогда бы он остался в живых. Я хочу сказать, что большой спорт, спорт высших достижений, не имеет ничего общего с вашими тренировками в спортзале. Там люди, которые не знают слова «боль», не знают слова «усталость», которые никогда не дают заднюю. Их, они, хотите, можете называть их суперменами, гладиаторами, воинами, но они никогда не останавливаются. В этом спорте, в спорте такого уровня, не бывает слабых людей, не бывает людей, готовых сдаться. Они всегда будут идти до конца, до самого конца. Они никогда не откажутся от своей мечты. Именно поэтому таких людей сотни из миллиардов живущих на этой планете. И Макс был одним из таких. Он всегда шел к своей мечте с травмами. Он выходил на ринг вне зависимости ни от чего. И он никогда бы не сдался. То, что у него тренер говорил, что Макс, ту матч, надо останавливать бой и так далее. Это бесполезно было говорить Максу. Он никогда бы не сказал остановить бой. Он бы шел все равно до самого конца. И если бы тренер не остановил в одиннадцатом раунде, скорее всего, он бы вышел и на двенадцатый раунд. Так вот, для этого, потому что все, кто относится к профессиональному спорту, прекрасно знают этих людей. Для этого существует рефери в ринге. Рефери в ринге. Его прямая обязанность. В первую очередь, не допустить серьезных травм в спортсмена. Не допустить, чтобы ему что-то угрожало. Сохранить его жизнь и сохранить его здоровье. Я считаю, что Макс погиб в результате непрофессионализма и халатности рефери в ринге. Рефери обязан был остановить этот бой, видя сколько ударов пропустил уже Макс. Даже непрофессиональные люди, которые смотрят этот бой, видят, что уже после четвертого-пятого раунда у него нарушена координация движений. Рефери обязан был вызвать в угол бойца врача, чтобы тот его тщательно осмотрел. Чтобы он проверил его зрачки, чтобы он проверил все. У Макса вздута вена. Но врач боя ни одного раза не подошел в угол. Он ни разу не проверил, в каком состоянии находится Макс. А рефери не остановил этот бой. И даже после того, как бой был остановлен тренером, Макса вели самостоятельно. Хотя у него подкашивались ноги и так далее. Макс получил два инсульта. Один из которых, по предположениям, пока врачей из России, он получил где-то между четвертым и пятым раундом. Он ловил баланс. Он не стоял на ногах. Это говорят все тренера, которые это видят. Как не заметил это рефери, врач – это недопустимая ошибка. Макс всю жизнь даже в любительском спорте славился своими ногами. Таких ног нет практически ни у него одного. Даже папа Ломаченко, Василий, говорил, что у Макса лучшая физическая подготовка, чем у Вася. И вы можете посмотреть любые его бои с экс-чемпионами мира, в том числе Демарко. Например, вот тренер спрашивает у Макса, что Макс надо останавливать бой. Там ту матч, ту матч, ту матч. Взгляд Макса уже плывет. Он смотрит, но он уже не осознает происходящее. Бой уже должен был быть остановлен к этому моменту давно. И когда его уводили с ринга, ему не врач обязан был уже после того, как он видел все вот эти травмы, сразу положить его на носилки. Макс рвалу. Ему не обложили голову льдом, а это первое, что должны были сделать врачи при подозрении на травму головы. Максу не должны были дать самому спускаться с ринга и уходить с боя. Его должны были сразу на ринге поместить на носилке, обложить ему голову льдом и в таком состоянии доставлять его в ближайший госпиталь. Потому что при подобных подозрениях речь идет на минуты, на минуты. И любая минимальная нагрузка может привести к смертельному исходу, что собственно и случилось. Поэтому мы считаем, и это не мы одни, это тысячи людей, в том числе профессиональных бойцов, профессиональных врачей высшей категории и так далее, считают, что в смерти Макса виновны рефери в ринге и атлетическая комиссия штата Мэриленд. И мы будем судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и с рефери в ринге. И я хочу сразу сказать, что вы не думаете, что мы не успели похоронить Макса, и мы пытаемся заработать деньги. Нам плевать на эти деньги. Я не хочу, чтобы еще хоть одна мать потеряла вот так вот сына, который всю жизнь шел к своей мечте, который выходил, я говорю, с травмами, больной, нездоровой, который не знал ничего в этой жизни, грубо говоря, шел. Только из-за того, чтобы на потеху зрителям, чтобы этот бой был более зрелищным и так далее, вот так вот отнеслись рефери и врачи. Макса 350 в боев в любительском спорте за плечами. Он всегда славился своей защитой непробиваемой. Первый нокдаун, нокдаун, а не нокаут, в своей жизни он получил в бою с секс-чемпионом мира, Демарко. И я хочу сказать, что Демарко кратно сильнее Матиаса. Однако Макс, получив нокдаун от него, выстоял и выиграл этот бой нокаутом. После чего Демарко пришел к нему в гримерку и сказал, никому здесь не верь, иди вперед, ты будущий чемпион мира. Я не видел никого сильнее тебя. И, конечно, в большом спорте не бывает здоровых людей. Поверьте, это не аэробика, это не занятие, пробежки, блин, и так далее. Там нет здоровых людей, каким бы он ни был, лыжи, баскетбол, бокс, там нет здоровых людей. У них у всех не один раз порваны связки, переломаны руки или порваны сухожилия и так далее. Они все это знают и все на это идут, потому что, я еще раз повторю, это сверхлюди, поэтому их сотни. Поэтому не каждый из нас становится чемпионом, потому что не все готовы поставить все на карту. Но, конечно, они все осознают возможности какой-либо травмы. Это никого не останавливает. Но, поверьте, никто из них не рассчитывает на подобный исход. Я хочу сказать, что, конечно, бокс максимально травматичен, безусловно. Но, скажем так, какие-то подобные инциденты в большинстве случаев происходят в совершенно другом весе, у тяжей. Там, где люди весят 90 килограмм и больше, и там, где, естественно, один удар может быть последним, если он точный и так далее. На боях такого уровня, как иллюминатор, обязательно проверка допинг-контроля на кровь. Потому что современные препараты моча не покажут. Они сдали только анализ мочи. Допинг-контроля на кровь не было. И это тоже очень удивительно. Прошу прощения, они это чья-ка кто? Это Максим и Матиас. А они оба? Да, ну, просто вопрос в том, что Максу-то нечего было бояться. Он всегда проходил допинг-контроля на кровь. А вот у Матиаса, видимо, вероятно. Я не хочу никого, да, голословно обсуждать. Но, тем не менее, вполне вероятно, что раз это не было проведено, значит, кому-то это было надо. Опять же, профессиональные бойцы, которые смотрели этот бой, в один голос утверждают, что у них очень серьезное подозрение о том, что Матиас находился под мощнейшим допингом. Потому что у этого спортсмена, при том, что у него обычно все бои заканчивались вторым-третьим раундом, здесь он провел 11 раундов, он вообще не запыхался. Он был свежий, как новый, абсолютно. И он вообще не чувствовал ударов Макса. Если вы посмотрите бой, Макс тоже попадал ему достаточно много, но он их вообще не чувствовал, эти удары. Мы бы не хотели обвинять человека голословно. Это мнение профессиональных спортсменов. Те, которые в этом крутятся, которые этим живут, которые в этом разбираются, значительно лучше, чем мы с Лизой, безусловно. Это их мнение, это их звонки, их предположения, их мысли. Мы не утверждаем, что у него что-то было. Мы просто хотим выяснить, почему не был сдан допинг на круг. Почему? У Макса был минимальный интервал между боями. Он за год провел 4 очень сильных боя, 2 из которых это экс-чемпионы мира. Я повторю еще раз. И у него было очень мало времени для того, чтобы восстановиться к этому бою. И в принципе, получается так, что он не выбирал никогда себе оппонентов. Ему их всегда предоставляли, и он всегда соглашался на кого предоставляли. И в этот раз предыдущий бой был очень тяжелым, и он на самом деле хотел сделать перерыв. На этом уровне уже нет слабых игроков. Каждый, кто выходит сюда, он каждый сильный. Он каждый сильный. Там нету слабаков, там нету случайно оказавшихся там людей. Они все туда как-то пришли. Но то, что у Макса были значительно более серьезные бои, значительно более серьезные соперники, чем те, что были у Матиаса, и чем сам Матиаса, безусловно, это факт. Поэтому этот бой очень непонятен. Мой сын ночью сегодня плакал и звал отца. Но он просто видел его в больнице, он не знает, что он умер. Я не говорила своему сыну. Я не знаю, как я смогу это сказать. Я не хочу, чтобы когда-либо в жизни это еще повторилось. Я хочу, чтобы люди ответили за свои поступки. Даня любит своего папу безумно. Он ему гордится безумно. Он очень не любит летать на самолетах. Он не хотел сюда лететь вообще. Ему Лиза сказала, что ты же хочешь к папе? Он сказал, да, я полечу. И когда он приехал в больницу и увидел Макса со всеми трубками и так далее, вот я хочу сказать, что если бы хоть кто-то увидел вот это зрелище, которое там происходило, я думаю, что там ни один иск был бы в суд. Маленький Данька, которому два с половиной года, тряс своего папу за руку и кричал, папочка, вставай, я прилетела. Открой глазки, папочка, я прилетела. Он сказал, папочка, я здесь. Не дай бог вообще кому-то в принципе в жизни с этим столкнуться и пережить. И Данька не знает, что его папа умер. А сегодня во сне он его звал, тянул руки наверх. И я пока понятия не имею, что нам делать, нанимать каких-то психологов или как, вот, я не понимаю, как двух с половиной летнему ребенку объяснить, что его папы больше нет. Спасибо.